Это же Иисус говорил, не беспокойся о завтрашнем дне. В философии молишься, просишь, благодаришь. Открой желание перед Богом в молитве, и тогда все беспокойство должно отвалить от тебя. Скажите на это аминь. Сегодня, когда Александр Федорович призывал к пожертвованию, он говорит, и вот, отдай свою последнюю лепту. Я думаю, боже мой, неужели у нас еще в церкви есть такие люди, у которых есть последняя лепта? И я думаю, ну может быть, кто-то там есть. Я говорю, нужно говорить, отдай десятину приношения, достаточно. И Бог благословит тебя большим. Я когда в Москве был, я им рассказываю, говорю, вы знаете, вот есть пасторы, которые все время просят больше, давай больше. Их беспокоит, что в церкви мало денег, и они постоянно выдаивают все, что... Вот знаете, есть даятели, а есть доители. И некоторые пасторы становятся доителями церкви. Они просто выдаивают все, что есть, выдаивают. И вот это беспокойство, знаешь, страх, что что-то кончится, их делает еще хуже. Они выдавивают все, что есть, и потом, да это нечего. И я им сказал, говорю, вы делаете ошибку, нельзя все... Вот когда постараемся, я говорю, нельзя все забирать. Я говорю, запрещено. Я говорю, у нас вообще нельзя давать больше 20%. Они смотрят, в смысле? Я говорю, ну поймите, вот смотрите, если ты берешь больше 20%, просишь, чтобы люди давали, ты жадный. И он говорит, в смысле? Я говорю, значит, ты не смотришь будущее. Я говорю, если человек ко мне приходит и говорит, я хочу пожертвовать 70% своих доходов, я ему говорю, ты жадный. Пасторы напряглись, как вы сейчас смотрите меня, что он имеет в виду? Вот представь, ты жертвуешь 70% того, что у тебя есть. Вот это классно или плохо, да? Это отвратительно. Сейчас я объясню. Думайте, думайте сейчас. Если ты жертвуешь 70% того, что тебе Бог дает, ты жадный. Сейчас объясню. Значит, ты не хочешь, чтобы в следующем месяце жертвовать больше. Ты пожертвовал 70%, а что ты вкладывать-то будешь? Что ты инвестировать будешь? Что ты будешь, чем ты управлять будешь? Бог сказал, десятину и приношение. Все. Остальные 80% умоляю, вкладывай разумно, чтобы в следующем месяце твои 20% были в два раза больше, чем в прошлом месяце. Если ты готов жертвовать, я готов все отдать. Ты или неразумный, или ты жадный. Ты не хочешь в следующем месяце принести что-то? Это все равно, что весною всю картошку принесем в церковь и скажем, будьте благословенны, осенью встретимся. Осенью ты придешь и скажешь, подайте Христа ради пару картофелин. Это глупо. Это жадный человек, который не хочет осенью пожертвовать что-то. И поэтому я говорю, 20% всех людей жертвуют, это замечательно. Аллилуйя. Не требуй большего. Что сверху этого, это неправильно. Вы улавливаете, о чем я говорю? Если ты не вкладываешь 80%, значит, ты неразумный управитель, значит, ты глупый управитель, значит, тебя Бог, зачем он? Все притчи, вспомните притчи о талантах. Что они должны были делать с тем, что им дали? Разумно управлять, вкладывать, отдать торгующим на рынке, на акциях, на том, на земле. Помните, будешь землей вожделенной. Помните, Малахи, 3 глава. Ты будешь землей. Как быть землей вожделенной, если у тебя даже земли нет? Кто-нибудь тебе мне не скажет или нет? Если у тебя недвижимый, какая земля вожделенная, у тебя даже клочка земли нет на земном шаре? Твоей земли. Вы улавливаете, о чем я говорю? 80% Бог дал тебе, чтобы вкладывать, и тогда твои 20% в действительные приношения будут такими безобразно большими, что будет аж стыдно брать. Вы улавливаете, о чем я говорю? Суть благословения, когда ты начинаешь думать правильно, беспокойство уходит. Некоторые беспокоятся и думают, как бы побольше пожертвовать. И я видел, как один пастор кричал, вот так отдай все. И знаешь, некоторые неразумные люди отдавали все. Я говорю, какое безумие, он же не знает, что он делает, он же завтрашний день убил. Завтра наступит день, когда нужно будет еще что-то брать. И что он завтра будет делать? Он будет использовать тот же метод, который вчера. Отдай все. И тогда придет разочарование, депрессия, конфликты, семейные дрязги, разборки, трудности и все остальное. Бог дал нам разумение. Я принес 10% приношения, это не геройство, это нормально. Теперь геройство, что мне сделать с оставшимися? Вот теперь нужно молиться. Боже, что мне сделать с оставшимися 80%? Что в следующий месяц принести? И вот эти 20 были в 10 раз больше, чем в прошлом месяце. Скажите на это аминь. Когда они тут слышали, они сказали, вау, классная идея. Вы знаете, я как когда... У меня есть тысяча, не тысяча, миллион двести тысяч причин беспокоятся об оплате спутникового эфира. Почему миллион двести тысяч? Потому что это столько стоит у нас долларов в год спутниковый эфир. И вот это беспокойство, поначалу особенно, меня беспокоило очень сильно. Это беспокойство. Я каждый вечер проверял, сколько у нас денег и считал количество дней до оплаты за спутниковый эфир. Вы представляете, каждый день приходишь домой, смотришь, связываешься с офисом и говоришь, сколько денег поступило, сколько пожертвовали, сколько... Ужас! И ты понимаешь, что количество дней приближается, и вот наступает день расплаты. Завтра надо платить! Это было в начале, сейчас у меня такого нету. Завтра надо платить! И завтра все уже, и все. И ты уже думаешь, Боже! И ты сразу же Псалмы Давида вспоминаешь, когда он ныл, истинал, скитался. Да не глумятся враги мои надо мною! Да не расставляет все эти коварные! Не убоюсь стрелы летающие! И мрак, и бесовщину! И падут возле меня тысячи! Да чего там тысяча? Десять тысяч долларов падут возле меня! А ко мне приблизятся! Какие десять тысяч? Там уже сотни тысяч надо! Вы знаете, всегда есть миллион причин бояться, потому что расходы сумасшедшие по спутнику эфиру. И вот это состояние, особенно поначалу, меня так беспокоило. И потом, и всегда, вот знаете, всегда, вот знаете, вот у Бога всегда, нет, чтобы заранее, раз там дал, и так спокойно живешь целый месяц. А он тебе говорит, а нету, а нету, а нету. И вот наступает день, и все, и завтра уже сеточка, вот не сеточка, вот это, снежок появится на экране. Вот этот, знаете, когда экран такой вот, и все, и когда, и уже молитва такая другая, и вдруг, раз, последний момент, она! Халлелуя! Думаешь, господи, ну в следующий раз так, не шути! И знаешь, что наступает? Следующий момент идет, 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 идет. И вот доходит, и, и ты молишься, и ты ждешь, и ты проверяешь, и думаешь, что хоть бы кто-нибудь, хоть бы, фу, бросил бы вот так, тысяч сто, и все, аллилуйя! А нет! Наступает, вот, вот уже, и думаешь, ну все, и ты начинаешь усиленно молиться, нервничать, и вы знаете, вот это состояние, вот это тревоги, беспокойства, меня очень сильно стало садить организм, здоровье, и из месяца, и вот наступает, вот уже, и уже, раз, и уже день прошел. И через день уже, раз, и ответ, и мы туда, ой, извините, в воскресенье было, не успели деньги перевезти. Они говорят, ну ладно, посмотрим в следующий раз. И вы знаете, вот так, из месяца в месяц, из месяца в месяц, вот это, вот это состояние беспокойства, меня поражает. Моего сына заставили экзамен пересдавать один, он плохо сдал, он завалил, он не любит физику, весь меня. Не говорите ему только. И он завалил, ему говорят, пересдавать. И когда он пошел, он плохо знает физики, вообще что-то. И он один билет выучил, и он говорит, папа, не беспокойся, то есть все будет хорошо. Я говорю, как не беспокоиться, сынок? А он говорит, да, Бог есть, ты помолись, главное, ты же пастор. Благослови меня на экзамен, на 16-й билет. И я говорю, сынок, ты о чем весь год думал? Папа, 16-й билет. Он знал только один билет, только один. Я думаю, Господи, яви твою милость. А он спокойно, ровно. Думаю, как вот ребенок и не имеет беспокойства. Заходит, подошел, достает 16-й билет. Я говорю, Господи, ну как бы мне бы так научиться бы, знаешь, вот. Так 16-й билет, Господь, здравствуй, я. Спокойно прийти, знать, и самое главное, все думают, что ты все знаешь. А ты знаешь только одно, 16-й билет. Где этот 16-й псалом, может быть? То есть какая-то 16-я глава, где его найти? Вы знаете, есть беспокойство, которое уничтожает. Меня постоянно удивляло вот это состояние. Думаю, ну как мне выйти? Ну как мне беспокоиться? Вообще я человек, который заботится. И когда я в Библии читаю о беспокойстве, я понимаю, что беспокойство, это сначала вот страх, а страх от дьявола. Мы все понимаем, правда? И этим миром дьявол управляет через страх. Давайте прочитаем, что в Библии написано. Здесь написано так, что евреям 2-я глава. Здесь написано, а дети причастны плоти и крови. 14-й, 15-й стих. А он также, Иисус принял плоти и кровь, чтобы смертью лишить силы, имеющего царство смерти, державу смерти. То есть дьявола. Евреям 2-я глава, 14-й стих. Иисус пришел, принял плоть и кровь, стал человеком. И он через свою смерть лишил силы того, кто имеет царство смерти, дьявола. И дальше описывается. И избавить тех. Кто из нас избавил из царства дьявола? Кто избавлен? Замечательно. Читаем. Избавить тех, которые от страха смерти. Давайте скажем, страх смерти. Всю жизнь были подвержены рабству. Вы знаете, вот это состояние страха смерти, страх смерти. Бояться смерти. Через страх он имел свое царство. Он имеет свое царство. Он контролирует страхом смерти. Через всю жизнь были подвержены рабству. Но знаете, когда беспокойство, разве это страх? Вот я беспокоюсь. Вот та же песня, беспокойная я. Ну, это в смысле нервная. В России есть города нервные, беспокойная я. А вот здесь вот как бы страх смерти, вот страх контролировать. Я сегодня не буду говорить о страхе, я буду говорить о семени страха, о зачатии страха. Вот это беспокойство. Вы знаете, я стал смотреть через Библию и вдруг обнаружил, я использовал греческие оригиналы, я вдруг обнаружил, что в нашей Библии слово беспокойство, оно переводится разными словами, которые подчас противоположны. Беспокойство, это плохо. Когда ты беспокоишься о том, что будет происходить, ты нервничаешь о том, что еще не наступило, ты вкладываешь эмоции, ты боишься, ты в предвкушении, лишь бы не случилось, лишь бы не случилось. Тогда это неправильно, потому что это порождает страх, это как бы начало страха, беспокойства. И ты в предвкушении, ох, боюсь, или не боюсь, но волнуюсь. Вот это странное чувство беспокойства. И вдруг я обнаружил, что в Библии оно переводится как скорбь, тоска, печаль, забота. Вообще абсолютно разные слова, и у нас используются в Библии слова забота, тоска, печаль, скорбь. Вы знаете, и когда некоторые, нужно посмотреть через всю Библию и смотреть на эти слова. Иногда скорбь, скорбь, но иногда скорбь в оригинале означает беспокойство. И как определить? Вы знаете, я вообще человек, который постоянно планирует, ставлю цели и постоянно, знаешь, вот такой устремлен вперед, думает, что еще взять. Так, у нас три спутника есть, нам еще три спутника надо, для этого нужно это сделать, нам еще это нужно. Недавно у меня новая волна пошла, мультипликация. Вообще в Советском Союзе никто не делает христианских мультиков. И я просто почувствовал, что пришло время заняться мультфильмами. Я не знаю, что это со мной происходит, но похлопайте сильнее, я уже понял. Я уже боюсь вообще что-то думать, потому что когда что-то начинаешь думать, что-то случается. Я думал о мультиках, вдруг приезжаю в Москву, встречаю парня. Он случайно пришел на молодежное собрание, где я проповедовал вечером, и он случайно слушал, и случайно этот парень, мультипликатор из провинции какой-то российской, он пришел и говорит, вот я свой собственный дома мультик сделал. Он мне показывает мультик и говорит, вот я не знаю, как мы можем, может быть вместе можем. Потом он мне говорит, пять лет назад он получил CD о телеканале СНЛ, и Бог ему сказал, будешь работать на этом телеканале. Мне он этого не сказал. Показывает мне мультик, простой мультик, мы с женой вдвоем два месяца дома делали. Коротенький мультик, мечта называется по Сену Лу Вити. Прикольный, про барашка, который летал. Интересный. И я ему сказал, слушай, давай сделаем мультфильмы христианские. И их никто не делает в бывшем Советском Союзе, на русском языке вообще все мультики христианские переводные. Я говорю, в конце концов, за честно стыдно. И мы сейчас с ним обсуждаем все детали. Он уже команду набрал людей в этом городе Сокол в России, поселок, там 40 тысяч человек. И они там будут делать мультфильмы для телеканала СНЛ. Будет так начало. Телеканал СНЛ и Максимов Максим представляют. Мультистудия СНЛ. И дальше будет наш мультфильм. Короткометражный мультфильм. Их сложно делать, месяцами делать, но мы будем делать короткометражные мультики, какие-нибудь такие смешные. Почему бы и нет? Вы знаете, вот я нахожусь там, и Бог дает вот эти встречи. И иногда вот это беспокойство. К чему я это в мультиках стал говорить? А, вот эти планы. Все время мои цели в моей жизни. Я вспомнил о чем. Хорошо, когда ты уходишь в сторону, но иногда возвращаешься на место. Вы знаете, вот эти планы, я все время думал о будущем. Думал, как бы, Господи, слава тебе, вот будущая стратегия. И меня всегда вот вводило в смущение одно место. Здесь написано, не забудьтесь ни о чем. Давайте откроем это место. И оно не совсем, не совсем в контент моего стиля жизни входило. Я встречал таких людей, которые ни о чем не заботятся. Здесь написано вот так. Ну, давайте откроем. Матфея 6 глава. Матфея 6 глава. И здесь вообще он как бы 10 раз говорит, не забудьтесь. И кто говорит? Сам Иисус Христос. И он говорит о завтрашнем дне. И меня вот это напрягало. Вот как это напрягает. Как это так происходит? 25 стих. Давайте прочитаем вместе. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. И для тела вашего во что одеться? Душа не больше ли пищи, тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, поэтому не жнут. Не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше ли их? И 27 стих. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы один локоть? И что вы об одежде заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как каждый из них. Если же траву полевую, которая сегодня и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль мне пачу вас, баловеры. 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец ваш небесный знает, что вы во всем имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. И все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будете заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Смотрите, когда я прочитал это, я всегда думал, я всегда так проходил мимо. И меня всегда это место смущало. Вот так, ой, не заботьтесь о завтрашнем дне. Боже мой, чем я занимаюсь каждый день? Я не то, что о завтрашнем, я о послезавтрашнем, а после-после-послезавтрашнем не забочусь. Я беспокоюсь, я не беспокоюсь, а вот думаю, вот планирую туда. А мне говорят, Максим, не заботься! Расслабься! Бог позаботится! Будешь как птица! Вот смотрю на эту птицу. Вот воробей в навозной куче лазит, радуется бедолажка. Написано, он не сеет. Если не сеет, значит он что? И дальше написано, что воробей, он не собирает житницы. Житницы у него нету. И Бог о нем заботится. Корова будет проходить, навозная куча всегда будет рядом. И всегда он зернышки там какие-нибудь найдет. Я вот так думал, вот устраивает ли меня судьба воробья? И я думал, Боже мой! Но потом я стал перечитывать. И вдруг обратил внимание, стоп! Здесь сказано об одежде и об еде. Не заботьтесь. Вы знаете, вот это бытовая забота. Оказаться без еды голодным и голым. Вот это страх, который есть у всех людей. Оказаться голым и оказаться ненакормленным без еды. Я помню однажды, когда я пришел домой, а жена мне звонила и сказала, мы торт купили. И когда я пришел домой, я обнажил коробку из-под торта. А торт, я уже второй раз рассказывал, да? А торт все съели, и меня так горечь одело. И я без меня ели, радовались без меня. Я вспоминаю вот эти все места. И вот я говорю, не заботься, не беспокойся. Вы знаете, вот это... Когда я прочитал с другой стороны, вдруг я понял, здесь слово забота. Здесь слово мирамна. Меримна. Вот так, миримна. Как стоит греческое слово, миримна. Не заботьтесь. Это значит, не волнуйся, не беспокойся. Вот теперь я хочу прочитать вам со словом не беспокойся. Он говорит, не беспокойтесь для вашей души. Кто из вас, беспокоясь, может прибавить себе росту хотя бы 30 сантиметров? Что вы об одежде беспокоитесь, бизонцы? Посмотрите на полевые лилии. Они не беспокоятся, но они одеваются лучше, чем Соломон. 31 стих. Не беспокойтесь и не говорите, ой, что нам кушать, что нам кушать, что нам пить, во что одеться? Он говорит, не беспокойтесь, не волнуйтесь, что вы нервничаете? Вы видите, какой смысл другой? Заботиться – это одно, а беспокоиться – это другое. Что ты психуешь? Успокойся. Я беспокоюсь, что мне завтра кушать будет. Не беспокойся! Соль покупать надо. Я помню, как нам притащили домой мешок соли и мешок спичек. Помните это во времена перестройки? И мыло хозяйственное в мешок. Говорят, скоро кончится. Я вообще понять не могу, почему спички, соль и мыло всегда кончаются. И еще сахар. И вот у нас эти мешки мы потом еще много лет доедали. И дальше написано. Всего этого, этот стиль жизни у язычников. Беспокоиться, волноваться, напрягаться, нервничать. Потому что Отец ваш знает, что во всем вы имеете нужду. Это значит недостаток. Терпеть недостаток во всем этом. Ищите прежде всего Царствие Божие и справедливости, законности, правды. Справедливости, праведности, законности. Вот слово «правда» обозначает праведность, справедливость, законность. И все это приложится вам. Слово «приложится» в греческом оригинале означает присоединиться, превосокупиться, прилагаться, прибавиться. Ищите, что вы беспокоитесь. Здесь Иисус говорит интересную мысль. Он говорит, ребята, вы что, беспокоитесь об одежде и об еде? С ума сошли, что ли? Очинитесь. Какая одежда, какая еда? Что нам есть? Во что одеться? Он говорит, не беспокойтесь об этом. Не вкладывайте свои эмоции в это. Вы не понимаете, что вы делаете? Вы вложили эмоции неправильным. Ищите прежде Царство Божие. И праведность, и справедливость, и правды. И все это, оно приложится. Давайте скажем, приложится. Оно просто добавится. Если ты, вот просто, если тебя, вот знаешь, меня не беспокоит одежда и еда. Меня больше беспокоит еще взять три спутника, мультипликацию начать, второй телеканал РупорТВ открыть, открыть детскую телесеть, и еще мне открыть молодежную телесеть. И много-много идей в голове. И забот своих хватает. Но когда говорится о беспокойстве, он говорит, ну что, очнитесь. О чем вы думаете? Нельзя беспокоиться. Не беспокойтесь. Ты можешь планировать, но это не значит, что ты должен беспокоиться. Не беспокойтесь. Ищите прежде Царство Божие. Справедливости, праведности, правды Его. И это будет добавляться. Давайте скажем, добавляться. Вообще, это такое классное обетование. Это будет добавляться, добавляться, добавляться. Прибавляться к тебе. Ты просто будешь идти искать Царство Божие, правда Его. И еда, и одежда добавятся к тебе. Даже думать о них не надо. Скажите на это аминь. Это же Иисус говорил. Не беспокойся о завтрашнем дне. Не вкладывай нервы, эмоции, чувства в завтрашний день. Конечно, планируй. Конечно, думай. Когда строишь башню, рассчитай. Но не нервничай, завтрашний день позаботится о самом себе. Смотрите, как там написано. Я каждое слово взял и вычленил. Довольно для каждого дня своей заботы. Слово забота там огорчение, расстройство, трудности и зло. Довольно для каждого дня своего трудности, огорчения и злобы. Что ты еще за следующий день нервничаешь. Что ты свои эмоции вкладываешь туда, чего не наступило. Вы улавливаете еще? Я говорю. Ты вкладываешь то, чего у тебя нет. И ты уже начинаешь с ума сходить. А тот день еще не наступил, а ты уже... Я умираю. А когда он наступает, а эти расстройства приходят, ты еще их... И потом еще на завтрашний день начинаешь нервничать. Ты начинаешь с ума сходить от того, что там наступит. И тебе опять плохо. Двойной яд в себя впускаешь. У тебя тело не успевает вырубатывать антитела для того, чтобы бороться с этим злом. Не беспокойтесь. Когда в Писании сказано, не заботьтесь ни о чем. Переводим на русский язык. Не нервничай. Не беспокойся ни о чем. Давайте скажем, не беспокойся. Многие говорят, не заботьтесь ни о чем. Это типа, знаешь, есть пацифисты-пофигисты. Господь все даст. Аллилуйя. Идет такой святой, чуть ли не вот такая штучка у него. И слава Господу, Бог позаботится. И смотришь на него, как птица небесная. Один воробей ко мне такой прилетел. Небесный говорит, я пророк Божий. Я говорю, ууу, замечательно. Так говорит Господь. Я говорю, да ты что? Я говорю, я тебя слышу, а не Господа. Он говорит, слушай, сын мой, возьми раба сего, в смысле вот этого воробья, к себе домой. Я говорю, что тебе еще твой Господь говорит? Корми его и давай ему наличные деньги. Вот есть такие воробьи на земном шаре. Но самое большее меня поразило наличные деньги. А я сказал, не заботься о завтрашнем дне. Завтра навозную кучу найдешь, там зерна тебе хватит. Некоторые думают, что когда сказано, не заботься ни о чем. Это типа ничего не думай. Ничего не планируй. Ничего не надо. Бог сам все сделает. Ты просто будешь идти так. Бог на тебя свалится счастье. Несчастье на тебя свалится. А рояль с пятого этажа. Не заботьтесь ни о чем. Это значит, не беспокойтесь. Заботиться надо. Апостол Павел говорит, я забочусь о церквях. Он говорил об этом. Я даже сейчас подскажу, где написано. Второе Коринфянам 11, 28. Там написано. Кроме посторонних приключений, у меня есть ежедневное стечение людей и забота о всех церквях. Забота в смысле забота и не беспокойство. Здесь он говорит, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания, свои планы, свои цели. Желание это то, что ты ожидаешь. Открывай перед Богом, не в нервность. Ой, Боже, как же я завтра больше. Нет, открывай в молитве. В прошении с благодарением. Политва, прошение с благодарением. Смотри, молитва, прошение, благодарение. Три, четыре. В общем, философия. Молишься, просишь, благодаришь. Открывайте свои желания. Он подсказывает, как открывать свои желания. Не в нервности. Господи, как же завтрашний день наступит, я кушать буду, где кушать, куда мои дети пойдут, как ничто случится. Открывайте свои желания перед Богом. По формуле молитва, потом попроси, вначале помолись. Молитва это не прошение. Некоторые превращают, Господи, слава тебе, дай мне это, дай мне это. Нет, вначале помолись, прославь Бога, воздай ему славу. Просто пообщайся с ним, потом попроси, а потом поблагодари. Типа получил. Когда ты благодаришь кого-то за то, что он тебе еще не сделал, тогда он уже должен это сделать. Это еврейская мудрость. Скажи спасибо тому, кто думает что-то купить. Всегда в молитве с прошением, с благодарением открывайте свои желания. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдается в сердца ваших помышлений, ваше во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем. Переводим на правильный русский язык. Не беспокойтесь ни о чем. Хватит нервничать, хватит эмоций вкладывать. Мужчины, вы рано умираете, знаете из-за чего? Из-за того, что вы там внутри себя все время напряжение какое-то. Расслабься, друг. Выплесни эмоции, поплачь хорошенько. Хватит тебе зло там хранить внутри себя. Хватит тебе напряжение это хранить. Беспокойство о завтрашнем дне. Нервное напряжение, что же будет? Все будет хорошо. Открой желание перед Богом в молитве. И тогда все беспокойство должно отвалить от тебя. Скажите на это аминь. Смотрите, какая вот стратегия беспокойства. Ну как же, как же, как же будет? Что же будет? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Откройте перед Богом. Знаете, один мужик беспокоился. В Америке вообще телефонная компания предоставляет такую услугу. Называется определение номера телефона и имени звонящего. То есть, например, когда я нахожусь в Америке, в нашем офисе, когда кто-то звонит, на телефоне высвечивается имя того, кто звонит. Ну или имя того, на кого зарегистрирован этот телефон. Например, Иван Петров живет по адресу таком-то, он звонит. У меня высвечивается Иван Петров, телефон такой-то. Я знаю, откуда он звонит, из какого штата и из какого города он звонит. То есть, ну, удобная штучка. Определитель номера и имени и всего. И там всего несколько букв. То есть, если иногда не попадает все слово, если имя блинное, то иногда обрезки есть, ну, знаешь, обрезают имена. И вот один мужик ночью сидит, часов в 12 ночи, и молится, молится Богу. И беспокоится, говорит, Господи, я не могу, что же, где же ты, Боже, почему? И его молитва была наполнена, он рассказывает, наполнена, это реальная история, наполнена ужасом и страхом. И даже это не молитва, а какой-то беззаботы и беспокойства. Он говорит, где ты, дай мне знак, дай мне знак. В этот момент у него звонит телефон. Он подходит к телефону и смотрит там, где Color ID, стоит номер телефона. И стоит у нас имя того, кто звонит, Бог Всемогущий. Он стоял возле этого телефона, а телефон продолжает звонить, дрынь, дрынь, Бог Всемогущий. И он сказал, Господи, спасибо тебе за знак, ты есть, аллилуйя. И говорит, такая молитва была классная, все, и так он славил Бога. Трубку не поднял. На следующее утро он решил проверить, с какого номера Бог звонил. Оказывается, рядом, несколько кварталов от него, находится скиния Бога Всемогущего. И это название организации. Церковь так называется, скиния Бога Всемогущего. God Almighty Tabernacle. И по-английски у нас Бога Всемогущего, у них Бог Всемогущий скиния. Так по-английски звучит. И так как название было длинной организации, то в Caller ID попадали первые только два слова. Бог Всемогущий. Он пришел туда и говорит, кто мне звонил? Говорит, извините, это по ошибке, один из наших пасторов обзванивал молитвенную цепь, и он ваш номер набрал. И это было так, говорит, а почему, говорит, вы не подняли? Он говорит, я не знал, что ответить Богу Всемогущему. Я, говорит, испугался, что он мне скажет. Беспокойство. Оно делает очень много странных вещей, оно убивает нас. Беспокойство топит корабли. Человек, который беспокоится, он постоянно попадает в какое-то странное состояние. Он всегда проигрывает. Он всегда проигрывает, расслабься, Бог с тобою. Не значит, что ты не должен думать о завтрашнем мире. Не значит, что ты не должен планировать завтрашний день. Не значит, что ты должен, когда строишь башню, не буду ни о чем заботиться. Господь все сделает. Аллилуйя. Это глупости, это неправильно. Многие христиане, используя вот это слово, они говорят, ни о чем не забудься. Это типа ничего не планируй, никуда не вкладывай. Если бы фермер так поступал, то осенью мы вынижали бы урожай. Фермер весною не беспокоится. Он просто сеет картошку и пшеницу и сеет кукурузу. Он просто вкладывает. Он не беспокоится. Он думает о завтрашнем дне. Вы знаете, вот здесь не беспокойтесь о завтрашнем дне. Это не значит, что вообще нужно отказаться. Завтрашний день принадлежит вам. Все ваше и ваше будущее, ваше будущее принадлежит вам. И вам нужно запланировать, увидеть. Но вы знаете, вот эта забота всегда на двухсторонней. Давайте еще откроем одну мысль, прочитаем. Давайте откроем притчу 12 главу. Я еще хочу прочитать одно место. Итак, заботиться. У него есть два значения. В Библии беспокойство, гнетущее состояние, связанное с обдумыванием предстоящего поступка или события. Беспокойство или гнетущее состояние, связанное с обдумыванием предстоящего поступка. И второе значение, это означает опеку сильного над слабым. Мы часто путаем заботу. Я не буду заботиться о тебе. Бог сказал, ни о чем и ни о ком не заботься. Нет, Господь сказал, заботься о слабых. Но Он сказал, не беспокойся, не заботься о завтрашнем дне. Многие люди меняют местами вот эти понятия. Апостол Павел говорит, забочись о церквях, забочись о слабых. Заботьтесь друг о друге. Это не беспокоится, это заботится, поддерживает. С другой стороны, не беспокойся завтрашнем дне, не беспокойся. И здесь я прочитаю в притчах то же самое слово, только здесь используется тоска. Смотрите, что здесь написано. Рука прилежных, старательных, слово прилежных означает прилежных, старательных, будет господствовать, владычествовать, управлять, начальствовать. Рука прилежных, если вы хотите, вы можете подчеркнуть это место. Рука прилежных будет начальствовать, а ленивая, небрежная, нерадеющая, обманывающая, лукавая, коварная, вот слово ленивая, будет под данью. Дань это подать, повинность, которую нужно отрабатывать. Рука ленивая будет отрабатывать, будет под данью, будет под налогами. Дальше, тоска, вот это и есть то слово, волнение, беспокойство, опасение, тревога. Беспокойство на сердце человека подавляет. Подавляет, и вот это слово подавляет, означает склонять, сдавливать, тащить тяжелую ношу. Тоска или беспокойство подавляет человека. Беспокойство, забота о завтрашнем дне подавляет человека. Вы знаете, что человек, слушайте сюда внимательно. Человек, который находится вот в этой тоске, вот в мучении о завтрашнем дне, он не может ничего нормального завтра сделать. Потому что он в беспокойстве. А когда человек под беспокойством, он не может ничего сделать нормально. На днем груз. И он не может разумно принять решение. И он принимает глупые решения из-за беспокойства. Беспокойство подавляет человека. Сломает человека. Сломает человека. А доброе слово развеселяет его. Вы знаете, слово доброе, я когда стал читать, я был в шоке. Слово доброе означает хорошее, благое, красивое, прекрасное, благополучное, счастливое, полезное, принятное, желаемое. А доброе слово. Хорошее, красивое, прекрасное, благополучное, счастливое, полезное, приятное, желаемое. Доброе слово, желаемое слово, развеселяет, дает ему торжествовать, делает его радостным, дает будущее, увеселяет сердце. Смотрите, тоска гнетет, тоска ломает, сдавливает. Тоска это значит забота, доброе слово. Здесь есть два понятия. Необходимо нам поменять мышление, если у нас еще есть забота, позитивное мышление, помогает тебе преодолеть. Я понимаю беспокойство, оно часто, знаешь, ты даже говоришь, что я не беспокоюсь, но где-то фоном вот это напряжение, а я беспокоюсь. Я как бы немножко нервничаю, и ты идешь вот с этим фоном, вот это небольшое нервозное состояние. Знаете, иногда наши беспокойства, мы беспокоимся, что же будет с моим родственником, если он не уверует, но внутри тебя это решение. Доверь Богу, не беспокойся за них, доверь Богу. Говори благое слово, благое слово, слово надежды, говори надежды. Я вспоминаю мою маму, я уже тысячу раз эту историю слышали. Она все время говорила, а я и домой будем служить Господу. Знаете, так легко было со мною, так легко было с моим братом. Мы уверовали в Иисуса сразу. Но наш папа был твердыней, он был этой крепкой башней, которой не хотел взяться. Сильный спортсмен, тренер, хореограф, человек творческий, который балетмейстер, который спортивный, жилистый человек. И как ему принять Иисуса, как сломаться перед ним? Вы знаете, когда он лежал на операционном столе, в этот момент он сказал маме, если Иисус хочет, он заберет меня сейчас. Ему делали операцию на сердце. Если Иисус хочет, я останусь. Вы знаете, он остался. Он жив, он здоров. И сегодня он служит в церкви. Мы часто отправляем беспокойство вместе с нашими молитвами. Мы молимся, но вместо этого мы говорим беспокойство, страхи, наши ужасы. Мы отправляем беспокойство в наше будущее. Не отправляй беспокойство, отправляй веру. Доброе слово, красивое, вдохновляющее, оно может очень многое сделать. Доброе слово может очень многое поменять. Отправляй доброе слово, а не заботу, беспокойство. Не отправляй беспокойство в свое будущее. Отправь доброе слово. Ты не знаешь, что делать. Ты потерялся. У тебя будущее может быть неясное. Я знаю, что есть такие люди, для которых будущее неясное. Отправляй туда доброе слово. Отправляй туда доброе слово. Один человек умирал от рака. И он говорит, знаешь, если я исцелюсь, если я получу исцеление, это будет великая победа. Но если, говорит, рак меня убьет, то это будет для меня еще лучше, потому что я окажусь дома. Вы знаете, многие так беспокоятся и говорят, я беспокоюсь о том, что происходит, я беспокоюсь о смерти. Не беспокойся, смерть придет. Трудная комбинация. Она рано или поздно придет. От того или от другого. Но не беспокойся, потому что это для нас не конец, это для нас начало, правда? Для многих людей смерть это катастрофа, но это начало. Верующий человек для него это начало жизни. Смерть это начало жизни. Многие люди беспокоятся и думают, ну как же я буду жить? Но если ты болеешь, верь, что Бог тебя исцелит. Стой в вере, стой в вере. Но если ты не исцелишься, то будет больно, больно, а потом очень хорошо и хорошо. И ты будешь рядом с Господом. Я не хочу тебе сказать, что это нормально болеть, это ненормально болеть, это плохо. Но рано или поздно мы все предстанем перед Господом. Беспокойство это еще хуже. Ожидание смерти хуже смерти. Вы знаете, как делают в Америке, когда убийцу его начинают казнить, и там специально эту процедуру делают, и они его уже садят на электрический стул, и они уже все подключают, ему говорят, все, прощайся с жизнью. И сейчас еще тюк-тюк-тюк, и буквально за пять секунд до этого звонок отложить наказание. Бог, он... Ему откладывают еще на неделю наказание. И он целую неделю мучается от ужаса. Адвокаты, судьи ходят, а это целая игра, его опять садят на электрический стул, опять ему здесь делают, опять пристыковывают, опять ему говорят, ну все, братан, пока! И включают уже, он слышит, и звонок, приостановить. И вот он говорит, вы знаете, ожидание беспокойства о смерти хуже смерти. Убейте меня, пожалуйста! Но эта процедура ему как наказание, беспокойство, а, жди смерти. Вы знаете, мы верующие, мы дети Божьи. Смерть для нас, это не что-то ужасное, это всего лишь переход. Скажи на это аминь. Конечно же, самоубийство, это грех, это катастрофа, это неправильно. Но когда мы стоим перед Богом, дьявол контролирует, мы понимаем, что дьявол контролирует мир страхом смерти. Он контролирует нас, и беспокойство наше открывает двери, чтобы мы были в рабстве. Не будь в рабстве! Будь свободен! Истина пришла и насвободила нас. Освободила нас от страха, от беспокойства. Хватит беспокоиться завтрашним днем. Где мы будем жить? Не беспокойся, начинай планировать. Сегодня ко мне подошел один человек и говорит, я хочу купить дачу и перестроить, и сделать дом. И я начинаю делать эти, эти шаги. Мне так понравилось. Сказал, молодец! Молодец, что ты планируешь. Молодец, что... Только не беспокойся. Некоторые беспокоятся вместо того, чтобы принимать практичные действия. Предприми шаги для того, чтобы найти жилье, чем беспокоиться. Господи, дай жилье! Хватит говорить, Господи, дай жилье! Он тебе дал мозги! Чтобы найти жилье! Скажите на это аминь! Так много сегодня у нас беспокоится, забот, вот этих нервных потрясений, которые мешают нам жить завтра, мешают нам быть счастливыми сегодня. Беспокойство убивает сегодняшний твой день. Оно убивает все в тебе. Это беспокойство приводит... А что случится сегодня то? Да хоть что случится? Бог с тобою рядом. Если ты окажешься, как воробей, да найдешь ты свою навозную кучу. Но если ты умнее воробья, сей, пожнешь и заполнишь кладовые. Бог не сказал, не сей, не жни. Он сказал, сей, не жатва. Еще раз, сей, не жатва. Он говорит, воробьи не сеять не ждут, они нарушают закон Божий. И что? И Бог даже о них заботится. Что ты нервничаешь. Что ты мучаешься. Вы уловили, да, о чем я говорю? Что ты нервничаешь. А завтра же мне не нужно нервничать. Просто запланируй его, и Бог благословит твои планы. Скажите на это аминь. Вы знаете, когда ты начинаешь понимать, понимаешь, что вся жизнь поставлена по-другому. Нам нужно иметь правильное, правильное, позитивное мышление. Доброе слово. Я еще раз хочу, вот это мне слово понравилось, доброе. Если кто записывает, запишите. Хорошее, красивое, благополучное, счастливое, полезное, приятное, желанное. Вот слово доброе, как переводится, сколько значений. Доброе, красивое, прекрасное, благополучное, благое, счастливое, полезное, желанное слово. Оно вдохновляет. Желанное слово. Просто подойди и скажи, да все получится. Благословение. Благое слово. Благословение. Скажи хорошее слово. Доброе слово. Поговори доброе слово. Скажи доброе слово. Скажи. Вы знаете, вот это понятие, доброе слово. Как мне говорить это благое слово? Это благословение. Каждый день ко мне дети подходят перед сном и говорят, благослови. И я возлагаю руки и говорю, благословляю тебя. И вы знаете, это доброе слово помогает им. Становятся ли они лучше? Нет. Пользуюсь ли я ремнем реже? Нет. Ремнем я пользуюсь часто. Но я говорю, благое слово в их жизни. Программирую их, определяю, благое слово меняет. Оно меняет отношения, оно меняет что-то внутри, оно дает надежду. Мы так часто наполнены нашей речью с заботами. А ты где? А ты что? А как это? А что ты будешь делать? Да ты что? А где ты одежду взял? Вот это состояние, говорит, не беспокойтесь об одежде, об еде. Скажите, благое слово. Благое слово, это знаете, что такое? Это говорить о будущем, хорошем свете. Ой, что будет? Не так. Вау, что будет? Что будет? Будет лучше. Вы знаете, многие думают, почему получается благословение? Потому что ориентированы на будущее. Мы ориентированы на будущее. Одна женщина сказала, говорит, мне, говорит, так нравится, говорит, я всю жизнь, говорит, была маленькой, никому не нужная. Но в этой церкви я себя чувствую присоединенным к чему-то великому и большому. Я начинаю чувствовать собственную значимость, потому что я часть чего-то. И я думаю, слава Богу за это доброе слово. Я думаю, слава Богу. И даже маленькие вот эти, вот знаешь, вот иногда себя чувствуешь, как будто бы ты на большом ките присоской прилип и плывешь вместе с китом. Куда он? Туда и ты. И жизнь прекрасна и удивительна. И так же я себя чувствую, перелепись к чему-то большому и доброму. Господь благ. Он любит тебя и он дает тебе надежду. Хватит заботы на сегодняшний день. Хватит трудностей, злобы вот этой, с которой бороться надо. Не заботься о завтрашнем дне. Это не значит не планируй. Это значит не вкладывай свое сердце. Скажите на это аминь. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синелл, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Благословит ваши посевы. Благословит вашу веру. Благословит вашу жизнь. И благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синелл – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем Синелл. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке Синелл помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Продолжение следует...